Израилю и Украине победы, потому что у нас общий враг. Этот враг это ось зла, вертикаль зла, которая начинается в Москве и заканчивается в Тегеране. Я очень сомневаюсь, что Хамас решился бы на столь жесткую экзистенциальную ошибку для своей структуры, которую они допустили вчера, без того, чтобы из двух точек мира, этой ось зла, из Москвы и из Тегерана им не дали бы добро. Поэтому я считаю, что с Хамасом нужно разделаться и обязательно нужно также поставить на место и ликвидировать тот режим, который находится в Москве, а также тот режим, который находится в Тегеране. Он, если сказать по-простому, кошмарит сразу несколько стран. И наши страны имеют общий знаменатель. У Украины, у Израиля общий враг. И нам нужно максимально координировать наши усилия для того, чтобы победить. Уже которые сутки Израиль прилагает максимум усилий для обуздания мощнейшей террористической атаки со стороны боевиков Хамаса и других палестинских группировок. Впервые с 1973 года важнейшая страна Ближнего Востока находится в состоянии войны. На всей территории введено чрезвычайное положение. Специфика текущей эскалации состоит в ее масштабности и кровопролитности. Агрессия террористов против Израиля имеет особую форму. Комбинация массированных ракетных обстрелов, пограничные рейды вглубь израильской территории с целью устрашения и паралича противника. Налицо использование модели хаотизации пространства, которое присуще работе российских спецслужб. Если проанализировать российскую агрессию против Грузии в 2008 году и затяжную войну против Украины с 2014 года. Мы все поняли, что происходило. Соответственно, в планировании подобной операции однозначно принимали участие российские спецслужбы. Тем более Путин поставил задачу прищучить российских несогласных с его ужасным вторжением в Украину, которые осели в Израиль. Ну просто несчастные люди, неправильно выросшие, неправильно воспитываются, даже тем, которым 70, 75, 80. И он был бы несказанно рад увидеть, как гибнут от рук палестинских террористов те, до кого не смогло дотянуться ФСБ. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу. Спасибо вам тоже за участие. Еще один важный аспект нападения хамасовцев на Израиль – использование варварской тактики неизбирательного истребления евреев. Палестинское зверье, так же как российские зет-выродки в Буче, Ирпине и других городах Украины учинили настоящий геноцид при граничье с сектором Газа. Также хамасовцы прибегли к похищениям израильских женщин и детей с целью создать из них живой щит, а также для обмена на своих подельников, сидящих в тюрьмах Израиля. Это маньяк. Маньяк, который убивал, убивает и будет убивать. Еще совсем недавно главари Хамаса ожидали прогиб правительства Израиля под них и запрос на переговоры. Но вместо этого ЦАХАЛ планомерно ликвидирует палестинских террористов, бросивших вызов гуманизму и общечеловеческим ценностям. Дана была команда полностью, начиная с Ирпения, с Бучи, не жалеть ни мирное население, ни военнопленных, никого, и полностью уничтожать. И вы, как правильно сказали, это испытание, но в первую очередь испытание не международных партнеров, не международное сообщество. Это испытание для украинской нации. Мы все должны увидеть, что хочет с нами сделать конкретно Путин, потому что его задача – это украинскую нацию полностью истребить. Представитель Израиля при ООН Гелад Эрдан подчеркнул, его страна не намерена обсуждать с Хамас достижение мира. Задача заключается в уничтожении движения. Еще бы, у Натаньяху нет иного выбора, ведь в учиненном террористами кровопролитии уже погибли свыше 700 человек. Примерно 2200 лиц получили ранения, а более 100 человек взяты в заложники. Это реальный терроризм. Терроризм грязный, беспощадный, бессмысленный. Я считаю, что палестинцы и арабский мир, который это сейчас поддерживает в массе своей, допускают колоссальную ошибку. Я почему-то думаю, что это кончится очень серьезным для арабского мира отскоком назад. Вот картинка, которую мы сейчас наблюдаем, это такая ближневосточная буча. И она откладывается в памяти. Более того, джихадисты нападают на израильтян за рубежом. В частности, в Египте убиты двое израильских туристов. С подачи Ирана и РФ готовится дополнительное вторжение на север Израиля боевиков ливанской Хезбаллы. Ответственность России в акте агрессии против Иерусалима просто колоссально. В обмен на дружбу с Натаньяху россияне засадили ему предательский удар в спину. Москва откомандировала осенью 2022 года инструкторов ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут» для обучения новым диверсионным тактикам боевиков Хамаса и Хезбаллы. Кто-то должен был, по крайней мере, обеспечить эти группировки таким невиданным массивом вооружений, в общем, так, чтобы несколько тысяч, пусть даже самых примитивных ракетов выстреливались одновременно. Это за одни сутки самим по себе не приготовишь. Да и произвести невозможно. Потому что понятно, что здесь есть российско-иранская заинтересованность. Очевидно, что «Вагнера» под прикрытием принимали прямое участие в боевых действиях октября 2023 года, убийствах гражданских и уводя в плен десятков женщин и детей. Решение о всесторонней помощи террористам Хамас было выработано известным антисемитом главой МИД РФ Лавровым после бесед с палестинцами, посещавшими Москву в 2022 и 2023 годах. Вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чем упрекнуть. В ходе провала палестинской атаки командос «Нацахал» в районе Зиким у боевиков изъяты экспортные российские АК-103. Получается, что израильтян убивают из российского оружия. В течение ближайшего времени Израиль начнет военную операцию по зачистке территории сектора Газа от террористов. Однако помимо этого следует подчеркнуть важность возмездия кураторам Хамас из Ирана и России. Иначе они снова возьмутся за создание и подпитку нового очага конфликтов на Ближнем Востоке. Варварское братство должно быть полностью уничтожено. России очень выгодно, чтобы этот конфликт разгорелся как можно сильнее, чтобы США вынуждены были отвлечься на помощь Израилю, что очень важно в этой истории, с учетом того, что как раз сейчас администрация Джо Байдена объявила, что она собирается вносить в Конгресс законопроект, который позволит до самых президентских выборов осуществлять приблизительно на 100 миллиардов долларов финансирование помощи Украине, так, чтобы нельзя его было никаким образом приостановить или заморозить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok